Девушки отдыхают Элиса Исканес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие. Девушки отдыхают Продюсер Виктор Фернандес. Режиссер Хосе Алкалде. Ориноко? Что ты здесь делаешь? Только не проси меня уйти. Я останусь здесь. Я уже предупредил настоятельницу Эмуранту. Ладно, я вас оставлю. Лавизна не хочет его видеть. Господь наказывает высокомерно. Но награждает упорных, матушка. Кто тебе сказал, что Лавизна здесь, Ориноко? Только Сальвахи и я... Конкордия. Если крестная узнает, она ей этого не простит. Дэвид, ей не скажешь? Зачем ты все это делаешь, Ориноко? Я не хочу потерять Лавизну. Оставь ее в покое. Пусть она придет в себя. Ты причинил ей много зла. Мне нужно с ней поговорить. Попросить прощения. Уговори ее, солидат. Я знаю Лавизну. У тебя ничего не выйдет. Ты хочешь рассказать ей об Эвелании? Да. Но я не знаю, с чего начать. В доме Лансарота я оставил следы, которые доказывают его вину в гибели Бавилонии Деграда. Полиция, должно быть, нашла их. Я слышал, что они хотели провести обыск. Откуда ты знаешь, что этот парень не вернется и не откроет рот? Потому что Лансарота мертв, Дон Пио. Я только ускорил полицейское расследование, чтобы они нам не мешали. Откуда ты знаешь, что он мертв? Вы помните Алехандро Ипполита? Как я могу забыть, генераль? Она элегантна, но немного грубовата из-за увлечения боксом. Она хозяйка тотализатора. Это она хотела сделать из Лансарота фаворита, но... его убили? В любом случае, этого рабочего сочтут убийцей Бабилонии Деграда. И дело закроют. У моего брата все рассчитано и запланировано. Я хорошо его знаю. Уверена, что он хочет отомстить Диаманте и твоему сыну. Сеньора, скажите мне правду. Вы не хотите, чтобы они были вместе? Я предупреждаю тебя не по этой причине, Невис. Скажите мне прямо. Мне так хватает сомнений и неприятностей. А Риноко должен уехать отсюда. Оставить Диаманта. Уйти с комбината. Мой сын не может оставить вашу дочь. Он не может бросить работу. Пио затевает что-то против обоих. Я боюсь самого худшего. Мой брат способен убить его. Значит, ты нашла документы, которые подтверждают, что концессия была передана моему деду, а Пио нас ограбил? Документы я тебе не покажу. Не хочу, чтобы ты шла против короля металла. Я сама займусь Пио. А ты должна отдохнуть. Тебе необходимо успокоиться. Солидат! Дочка. Плохая новость, крестная. Бабилония. Скажи, что она жива, Солидат. Нашла её тело. Её убили. Нет. Нет. Даже если мне придётся ждать всю жизнь, я не уйду. Пока не увижу тебя, Лавизна. Проходите. Проходите, пожалуйста. Подождите минуту. Спасибо. Зачем ты пришёл, Феррер? Я пришёл за Лавизной. Лавизна пойдёт со мной, Ренока. Между вами всё кончено. Не пытайся воспользоваться ситуацией. Лавизна не простит тебя, что ты забыл о вашей помолвке ради того, чтобы переспать с Диамандой. Я люблю её по-настоящему. Со мной у неё будет всё, чего она достойна. Весь мир будет у её ног. Ты можешь быть самым богатым человеком на свете. Но она тебя не любит. Она любит меня. А ты всего лишь бедняк, который живёт под чужим именем и предаёт родную кровь. Я изменил имя и достиг нынешнего положения, потому что не хотел быть бедным, не хотел быть неизвестным. В конце концов, каждый сам решает, что делать со своей жизнью. Я свою устроил. А теперь я хочу устроить жизнь любимой женщины. Я заберу у тебя Лавизну, Ренока. Она станет моей. Неправда. Бабелония не погибла. Это ложь. Ложь, чтобы заставить нас страдать. Как бы мне хотелось этого крёстная, но она умерла. Почему, Господи? За что нам это наказание? Её изнасиловали, как и меня. Господи. Обвиняют вон сарот. Лансарот, парень добрый. Он любил Бабелонию. Это Пио Эрис. Боже мой. Пио убил одну из моих дочерей. Я должна идти. Что ты хочешь делать, мама? Я должна вернуться в город. Я успокою душу Бабелонии. А потом встречусь с этим монстром. Я поеду с тобой, мама. Нет. Ты останешься здесь. Бабелонии уже не поможешь. Я хочу, чтобы ты держалась подальше от Пио. Чтобы ты была одна. Ларизна, а почему ты так одета? Я побуду немного здесь. Поживу в монастыре с монахинями. Я не понимаю. Только так он перестанет видеть во мне женщину. Нам нужно расстаться с Ириноком. Он должен забыть девушку, которая его любила. Ее больше не существует. Я вернулся к жизни. Сердце работает превосходно. Новая машина, высокие технологии. Вы действительно выглядите гораздо лучше. Мне стоило бы немного поваляться в кровати, как все меня предали. Дон Пио, я вас никогда не предавал. Ваш сейф взломали Диаманты и Монтеко. Ты умен и действуешь тайком. То, что было недостатком для Монтеко и этой оборванки, для тебя стало достоинством. Но я никому не верю. Когда я встану на ноги, я устрою встречу с генеральшей. С большим удовольствием я передам ей ваши слова, Дон Пио. Извините, доктор. К вам пришел врач. Здравствуйте, Дон Пио. Вы прекрасно выглядите. Вы видели, Шилой? Он пришел проверить мою новую машинку. Позвольте. Я расстегнуть? Да, посмотрим. Еще немного. Достаточно. Позвольте мне взглянуть. Отлично. Шов быстро зарастает. Вы даже помолодели. Кровь лови из на меня молодели, доктор. Скажите, когда я смогу подняться с кровати? Я хочу вернуться к активной жизни. Вы хотите сказать, что Дон Пио способен убить моего сына? Я не верю. Я вас только предупреждаю. Я хочу, чтобы вы поняли, на что способен мой брат, если он почувствует, что Диамант и Оренока ему мешают. Чем они мешают? Я не верю, что Дон Пио может быть таким жестоким, быть убийцей. Почему вы думаете, я осталась одна? Пио ненавидел моего мужа. И мой муж исчез. Я больше никогда его не видела. Я не знаю, что с ним. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы поняли, как важно разлучить Диаманта и Оренока. Пио приговорил обоих. Он воспользуется помощью своих людей, чтобы убрать их с дороги. Даже помощью Хисуса Феррера. Нет, пожалуйста, не мучайте меня больше. Явис, Пио никогда не замарает своих рук. Для этого у него есть Эло и Хисус Феррер. А он готов на все, лишь бы завоевать расположение моего брата. Лишь бы подняться вверх по лестнице, чтобы иметь больше власти, больше денег. Нет, жизнь не такая. Ни Хисус Феррер, ни этот парень Илой, ни сам Дон Пио не могут быть такими, как вы говорите. Хисус Феррер был женихом моей дочери и бросил ее. Говорю тебе, Невис, он получил приказ короля. Пио для него бог. Вдвоем они покончат с Диамантой и Соренокой. Я не лучше тебя, но и не хуже. У меня в жизни нет таких комплексов. Иметь деньги, Ореноко, стать кем-то, сделать карьеру, это не комплекс. Я остался бедным, как ты говоришь. Но я не жалею, потому что я жил рядом с матерью. Мы вместе боролись. Мы вместе шли вперед. Я всегда посылал вам деньги, чтобы вы жили лучше, чтобы вы не испытывали нужды, не изнуряли себя. Я хотел, чтобы вы переехали в новый дом. Эти деньги ты можешь взять в банке, они нам не понадобились. Мы вывелись из нищеты своим трудом, своими усилиями. Но не это обижает меня больше всего, Корани. Не называй меня так. Забудь мое имя. Я пытаюсь. Я пытаюсь. В тот день, когда я понял, что не могу тебя так называть, я плакал. Точно так же, как и ты, когда боялся потерять короля металла. Он мой отец. Он моя семья. Я буду с тобой откровен. Я считаю себя скорее его сыном, чем сыном Евис. Да, Ринок, а ты прав. Я ушел от вас. Я перестал быть вашим родственником в тот день, когда решил изменить имя. Подумать только. Образ отца для меня связан с тобой. Смешно, правда? Ты был тем, кто научил меня читать. Ты научил меня считать. Ты научил меня плавать. Мы были детьми, Ринока. Детьми, которые однажды пожали друг другу руки и поклялись, что всегда будут вместе и будут любить свою мать. Итальянец никогда не любил ее. Он нас бросил, Корони. А теперь выходит, что и ты нас предал. Ты ушел от нас. Наши жизни изменились, Ринока. Мы пошли разными дорогами. Но сейчас мы боремся из-за одной и той же женщины. Мне нужна ловизна, Ринока. Мне тоже, Корони. Я буду бороться за нее. Не на жизнь, а на смерть. Если понадобится. Внешне можно изменить все, дочка. Ты можешь переодеться послушницей, это нетрудно. А вот заглянуть в свое сердце, изменить свои чувства, перестать думать о Баренок гораздо труднее. Я знаю. Да, мама. Но я должна попытаться это сделать. Обида пройдет. И все будет, как раньше. Посмотри на меня. Я уже не там, у Руанта, которую вы знаете. Сейчас у меня есть силы. Я в состоянии побороть Пио. Отомстить ему. Посадить его за решетку. Крестная, Пио принадлежит все. Мне кажется, вам будет непросто доказать его вину. Я не так беззащитна, как раньше, солидат. У меня есть доказательства. Есть письма, документы, которые компрометируют Пио. Береги себя, дочка. И молись за душу своей сестры. Я буду молиться, мама. Мне кажется, Ларизна должна поговорить с Ириноком. Он здесь и совершенно в отчаянии. Я увидела правду в его глазах. В глазах мужчины не бывает правды, солидат. Он меня разочаровал, солидат. Я ему не верю. Неужели из ревности ты посвятишь свою жизнь служению Богу? Неужели ты не осознаешь того, что делаешь? Ты же обманываешь саму себя. Я так решила, солидат. По крайней мере, ты должна ему сказать, что останешься здесь. Ты должна его выслушать. Она не обязана давать объяснение Ириноку. Он не заслужил нашего доверия. Простите, крестная, но я с вами не согласна. Мне кажется, что Лоавизна, по крайней мере, должна его выслушать. Проститься с ним. Все кончено, солидат. Пойми, я больше не поверю ни одному его слову. Он не убедит меня в своей любви. Мне кажется, мы несправедливы, коренок. Ему очень плохо. Дай ему шанс. Он имеет право проститься с тобой. Они устроили обыск в моем доме, Луис. Да, Сальваха, там все вверх дном. Я ничего не мог сделать. Я был потрясен, когда они показали мне улики, изобличающие Лансароте. Их нашли во дворе, за домом. Какие улики? Вещи в Бабелонии. Туфли, бусы, какую-то тряпку со следами помады. Но самое ужасное это окровавленная веревка, которую ее связывали. Боже мой. Я знаю, Лансароте, Сирия. Я был последним, ты видел, как он выходил из дома. И хотя полиция утверждает, что к тому времени все было сделано, я сомневаюсь. Что? Если бы случилось что-то плохое, я бы заметил. Пожалуйста, замолчи, Луис. Лансароте не умеет лгать, Сирия. Ты что, не видишь, что расстраиваешь ее? Помолчи. Оставь, Сальвахи. Какие отношения были у Бабелонии с Лансароте? Хорошие. Плохие. Лансароте любил ее, Сирия. Этого ты не можешь отрицать. Он был в нее влюблен. А она, наоборот, его отвергала. Плохо к нему относилась и постоянно оскорбляла. Потому что он ей надоедал. Неужели ты не помнишь, что Лансароте ей мешал? Лансароте не убийца. А почему в его доме нашли улики? Откуда они там взялись? Не знаю. Не знаю. Все оказывает на него, Луис. Ради Бога, я знаю, в это трудно поверить. Но он с ума сошел. Он хотел отомстить Бабелонии за грубость. Пойми ты это. Сумасшедший или нет, где-нибудь он должен быть. И я его найду. Я тебя поймал. Иди ко мне. А теперь достанем вон ту, пожирнее. Как бы мне хотелось поесть жареных лягушек. Я тут позагораю? Ты меня возбудила, детка. Как давно ты не надевала купальник? Мне надо хамить, мальчик. Что ты делаешь с этим сачком? Чищу бассейн. Хотя я предпочел бы ловить рыбу в открытом море. Я был в море? Ты там побываешь. Ты поедешь, куда захочешь. Ты понятия не имеешь, какое будущее тебя ждет рядом со мной. Но сначала ты должен научиться вести себя как сеньор. Перестань выполнять работу с лук. Отдай мне сочувств. Нет, нет, я не бездельник. Не спорь со мной, отдай. Нет, еще чего, это мой. Отдай, говорю. Он мой. Что ты сделал, придурок? Идиот. Моя прическа. Прическа? Девочка моя, я тебя спасу. Доставь меня. Я умею плавать. Ты меня утопишь. Господи, что ты делаешь? Твои волосы. Я использовал тебе прическу. Ничего, я причешусь. У тебя есть перекмахерская? Все-таки ты дурак. Догоняй. Хватит, детка. Ну, перестань, перестань, Монолита. Послушай, ты вырвешь последние волосы, которые у меня остались. Патрио. Девочка. Поздравляю, Патрио. Прекрасная девочка, Гуси Патти. Да? А как состояние матери? Устала. Роды были трудными. Я жду вас в травматологии. Да, хорошо. Гуси Патти, пожалуйста, побудь еще немного с Монолитом. Хорошо, посмотри за ним. Я поеду с сестрой, чтобы с моей ноги сняли гипс. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Останься с Гуси Патти и Конкордией. Слышишь? Веди себя хорошо. Я должна идти, мне пора. Нет, Конкордию. Пожалуйста, послушай. Я не знаю, как тебя благодарить. Займись своей семьей, Патрио. Детьми. В этой стране не хватает заботливых отцов. Научи своих детей не лгать. Не обманывать женщин. И не быть слишком легкомысленными. Я не хотел тебя обманывать. Дело в том, что я... Не надо ничего объяснять, Патрио. Занимайся детьми и семьей. Я разведусь, Белий. Вырасти детей. Дай им образование. Научи уважать женщин. Тебе больше нечего искать. Ну вот, все в сборе. Сеньор, я не хочу видеть вас рядом с дочкой. Сеньор Муранто, Дон Пио просил меня, чтобы... Дон Пио, Дон Пио, а других слов вы не знаете? Я не имею ничего общего с этим сеньором. Моя дочь дала ему свою кровь, но это не значит, что вы будете приходить за ней всякий раз, когда вам вздумается отдать ее в распоряжение своего хозяина. Дон Пио у меня не хозяин, сеньор Муранто. Он мой отец. Человек, который понимает значение слова «отец», не может причинить столько зла. Муранто, мне нужно поговорить с Лавизной, пожалуйста. Она согласна с тобой встретиться, но я ее не поддерживаю. Я тоже к ней поднимусь. Нет, сеньор, вы нет. Только Оренока. Сеньора Муранто, Лавизна должна вернуться. У нее есть работа и возможность сделать карьеру на комбинате. Она не должна этим пренебрегать. Моя дочь уже приняла решение, инженер. И вы должны с ним считаться. Я могу дать ей достойную жизнь, сеньора. Если она останется в этом монастыре, она сделает себе только хуже. Здесь она под защитой. Ее не постигнет та же участь, что Бабелонию. Пио убил Бабелонию. Вы знали? Я не хочу, чтобы он убил мою родную дочь. Сеньор Муранто, я говорил с Пио. Я спросил его, зачем он вам звонил в тот праздничный вечер. Да, и что же он ответил? Что это был не он, правда? Он убийца, преступник в белом воротничке, который не боится даже божьей кары. У Дона Пио есть недостатки и достоинства, сеньора Муранто. Но он не убийца. Если вы говорите искренне, значит, вас тоже обманули. И все же я хочу, чтобы вы ушли и не приходили больше. Только передайте Пио мои слова, хорошо? Какие? Скажите, что я нашла то, что он искал. И теперь я тоже могу ему отомстить. Он не так уж не уязвим. Я располагаю документами, которые отправят его на самое дно и навсегда. Я так решила, пойми. Не дави на меня, пожалуйста. Я уверена, что твой поступок принесет тебе много горе-ловизны. Ты создана для любви. Твоя жизнь за стенами этого монастыря. Я хочу стать другой, хочу изменить свою жизнь. Ориноко тебя любит. Ориноко и инженерша теперь вместе. Какая роль отведена мне? Роль любовницы? Самоотверженной женщины, для которой любовь превыше собственного достоинства? Роль женщины, которая полюбила хорошего человека? Я не знаю, возможно, он совершил ошибку. Но я не сомневаюсь, что он умирает от любви к тебе. Моя святая. Вы словизной никогда не будете вместе, Ориноко. У нас с тобой ничего не было. Но я сделаю так, что ни у кого, даже у тебя, не останется сомнений. Я рожу ребенка Ориноко. У меня есть мужчина, который поможет мне зачать ребенка, чтобы я сумела снискать расположение своего дяди. Проходите. Извините, если я помешала. Садитесь. Спасибо. Я должна вам кое-что сказать. Правда, что Дон Пио хочет отомстить вам и моему сыну? Кто вам это сказал? Синьора Хаде. Не знаю, правильно ли я поступила, но я так расстроена. Мой сын никогда не причинял вреда Дону Пио. А вы его племянница? Невис, я повторяю историю моей матери. Она влюбилась в бедного человека, точно так же, как я полюбила вашего сына. Мой дядя никогда ей не простил. Он всю жизнь попрекал ее этим. Но почему? Мой дядя презирает таких, как вы, как ваш сын. Для моего дяди бедные люди – это нечесть. Нет, этого не может быть. Наоборот, он помогает бедным и малообеспеченным людям. Я сама видела это. Созданный им фонд, вся его благотворительность – это всего лишь прикрытие. Нет, я не могу поверить, что ваш дядя такой, как говорит ваша мать. Я не могу поверить этому. Хуже всего, что рабочий, которого полюбила моя мать, принес ей страдания. Он ничего не сделал ради нее. У него была другая любовь, точно так же, какой ринок и ей словизна. Мой дядя узнал. И что, сеньорита, пожалуйста, скажите мне, что случилось с вашим отцом? Он сказал, что не позволит какому-то оборванцу смеяться над моей матерью. и порочить его фамилию. Потом мой отец исчез, и больше мы никогда его не видели. Нет, наверное, здесь что-то не так. Поэтому я и боюсь. Дядю, он способен убить, лишь бы защитить свое. Его боятся и слушаются все, начиная с Иисуса Феррера. Он хуже всех. Он самый жестокий. Самый лицемерный из подчиненных моего дяди. Спасибо. Спасибо. Ну вот, шов в порядке. Сердце тоже хорошо работает. Скажите, когда я смогу встать с постели и пробежаться? Я хочу опробовать новую машину, которая теперь у меня в груди. Демпио, ваше выздоровление идет превосходно. Но разговор о том, что вам пора вставать немного преждевременно. Я не хочу лежать в кровати. Я чувствую себя паразитом, доктор. Доктор, не надо спешить. У вас разойдется шов. Может быть, ты помолчишь? Ты и так хочешь накликать беду. У тебя на все есть возражения. Демпио, я могу разрешить вам вставать, если я до медсестра. А когда вам захочется погулять, то не забудьте об инвалидной коляске. Это уже кое-что. По крайней мере, я не буду сидеть в четырех стенах. А погуляю по парку. Будьте осторожными и умеренными. Совсем скоро у вас начнется нормальная жизнь. Я об этом мечтаю. Встать с постели, вышвырнуть вон эту коляску и поехать в Соединенные Штаты, чтобы проверить, хорошо ли работает мое сердце и правильно ли вы подключили ваш аппарат. Я абсолютно не доверяю местным врачам. Ну, зачем же вы так, Донпио? Врачи, которые делали вам операцию, первоклассные, профессионалы. Профессионалы? Послушайте, если я в этом состоянии, то только потому, что контролирую свой разум и тело. Таблетки, которые вы мне прописали, ничуть не помогли. Нет, это вы не выполняли моих предписаний, не соблюдали диету и были неосторожны. Я хочу вернуться к работе. Хочу вернуться на комбинат. Король металла возвращается. Дрожи, Гуаяна. Ловизна, любовь моя. Я согласилась с тобой встретиться, потому что солидатно стояла. Пожалуйста, дорогая. Выслушай меня. Что мне сделать, чтобы ты поверила, что у меня нет ничего общего с этой женщиной? Что она меня не интересует? Достаточно того, что я видела. Обиды, которые я испытала, войдя в комнату и застав тебя с другой женщиной. Я понимаю, тебе покажется невероятным, однако это лишь ловушка, в которую она меня заманила, чтобы разлучить с тобой. Я хотел поехать к тебе домой, объясниться. Но я не смог. Я не понимаю, что произошло. Ты зря стараешься оправдаться. Мне необходим покой, Оренока. Я должна успокоиться. Еще никогда я не испытывала такого горя. Мы никому не причинили вреда, и все же судьба нас наказывает. Я не понимаю, за что. Дорогая, пожалуйста. Пойдем со мной. Позволь мне доказать, что у нас с тобой еще остался шанс быть вместе. Отпусти меня, Оренока. Не предпринимай ничего, что противоречит моему решению. Лавизна, ты моя жизнь. Я не знаю, что мне без тебя делать. Дорогая, пожалуйста. Хорошо, дай мне время. Лавизна. Лавизна, дорогая моя. Довольно, Оренока, пожалуйста, уходи. Нет, не создавай новых трудностей. Уходи, Оренока. Хорошо, любимая. Я уйду. Но клянусь всеми святыми. Мы с тобой еще увидимся. Я буду тебя ждать, даже если пройдет сто лет. Я тебя подожду. Я буду ждать всегда. Всю свою жизнь. Я всегда мечтала об этом моменте. Я испытала много горя и лишений по Венепилу. Я всегда хотела найти какое-нибудь оружие против него, чтобы не дрожать перед ним, чтобы смотреть ему в глаза без малейшего страха. Успокойтесь, крестная. Извините, сеньора Муранто, но я не понимаю, что вы хотите этим сказать. И почему я должен передавать ваши слова Дону Пио? У меня есть доказательства, которые его изобличают. Он уже приходил ко мне за ними. Доказательства? Какие уже улики изобличает Дону Пио? Уходите. Неужели вы не видите? Она очень нервничает. Хорошо, я уйду. Я ухожу, даже не повидав ловизны. Я понимаю, что встречу с Иринокой ее горчит. Он мне не хочет завидеть ее грустной или расстроенной. Но прежде чем я уйду, вы должны мне объяснить, о каких документах идет речь. Это касается только Пио. Скажите ему, что у меня есть доказательства. И если он хочет их получить, я готова поторговаться с ним. Пусть думает и позвонит мне. Потому что теперь Муранто Санчес не так беззащитно. Теперь у меня столько же власти, сколько у него. Пришла очередь испугаться самому королю металла. Мои глубокие соболезнования. Спасибо. Крестная, это Хосе Мигель Андуеса. Дочка рассказывала мне о вашей помощи. Я вам очень признательна. У вас очень добрые и красивые дочки. И вы этому подтверждите. Если вы хотите меня отблагодарить, то позвольте мне помогать. Я сделаю все, что в моих силах. Хосе Мигель отличный адвокат Муранто. Это он вызволил меня из тюрьмы. Большое спасибо. С вашего позволения. Молитва закончена, Ореноко. Всего хорошего. Пожалуйста, Муранто. Ты должна мне поверить. Эта женщина заманила меня в ловушку. Ты же знаешь, она всегда хотела разлучить меня словизной. Ореноко, ни место и ни время вести такие разговоры. Мне известно только одно. Моя дочь страдает по твоей вине, и из-за тебя мы не можем быть вместе. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила, Муранто? Уходи. Идем, Ореноко. Извините. Ловизна, это моя жизнь. Вчера мне пришлось расстаться с ловизной. Сегодня я молюсь о душе Бабелонии. Мне нужно свыкнуться с этим горем. Но пока я жива, никто не причинит вреда ловизне. Тебе не на что жаловаться, Алекандро. Смерть твоего протеже сблизила тебя с королем металла. Мы с ним никогда и не отдалялись. Просто мы оба не любим, когда вмешиваются в наши дела. Мы не привыкли отчитываться о своих поступках. Хорошо. Если ты сказал все, что должен был мне сказать... Только это. Дон Пио хочет тебя видеть. Нам налить еще немного. Кто тебе разрешил войти? Я только хотел... Извините. Останься. Синьор уже уходит. А я хочу немного вина. Неужели ты меня выгоняешь? Я тебя выслушала. Я знаю, что ты должен был мне передать. Мы выбили это все, не так ли? Кроме того, у тебя, наверное, есть и другие дела. До встречи, Алекандро. Зачем ты это сделал? Разве я не говорила тебе, что тебя ищут, потому что ты убил своего соперника на ринге? Этот человек легко мог тебя узнать. Ты права, моя девочка. Я как-то... Не подумал. Осторожно, прошу тебя. Ты же не станешь отрицать, что я здорово замаскировался. Никто бы не смог меня узнать. Нет. Ты потерял не только память после боя. Ты лишился разума. Полный придурок. Слушай, что происходит, моя девочка? Сегодня, сколько бы я ни шутил, у меня ничего не выходит, и ты меня ругаешь. Нет. И потом ты сама взялась решать мои проблемы. Я ведь стал таким не сейчас. Дело вовсе не в ударах по голове. Я был дураком с самого начала. Я постоянно делал глупости. Ты согласна? Меня удивляет, что врач разрешил вам так рано встать с постели. Лежание в кровати расслабляет мужчину. Он зря теряет уйму времени. Лучше расскажи мне, как ты съездил в Боливар. Где ловизна? Почему ты её не привёз? Честно говоря, нам не удалось повидаться. Как же так? Я ждал тебе вертолёт, чтобы ты немедленно привёз её ко мне. Я знаю, Дунпио, но ловизна... Ловизна в монастыре. Она стала монахиней? Дело в том, что у неё возникли большие проблемы с Эриноко. И она решила побыть немного одна. Кажется, монахиня этого монастыря знают её с детства. Я думаю, она решила вести уединённый образ жизни. Ну, конечно. И, уважая её решение, ты оставил её там. Иисус, Иисус. Это твой самый большой дефект. У тебя нет характера. Тебе следовало привести ловизну силой. Я не хотел её заставлять. Эта девушка слишком расстроена смертью своей подруги. И, кроме того, я не мог не считаться с Мурантой. Муранта тоже была там. Представляю, как она разозлилась. Не сомневаюсь, она обвинила меня в смерти Бабелоне. Да, вы правы, Дон Пио. Её семья очень переживает из-за гибели этой девушки. Муранта не только нас обвиняла, она попросила, чтобы я передал вам её слова. Муранта говорит, что у неё есть доказательства, которые вас очень интересуют. Какие доказательства? Я не знаю, Дон Пио. Какие-то письма, документы. Но Муранта уверяет, что вам известно, о чём идёт речь. Мне кажется, это связано с Каруачи Далерио. Что она предлагает? Она сказала, что хочет с вами встретиться и поговорить об интересующем вас деле. Ты молишься? Да, о душе Бабелонии, матушка. Проходите. Я уже закончила. Я вижу тебя в этом одеянии, и у меня замирает сердце. Это бессмысленно. Ты родилась не для того, чтобы быть монахиней. Ты всегда была очень шумной, весёлой. Ларизна, ты понимаешь, что в течение многих месяцев ты не услышишь ни одного слова. И будешь только молиться. Я должна измениться, матушка. Но к Богу можно обращаться по-разному. Это не единственный путь. Помогите мне, матушка. Несколько наших послушниц должны покинуть монастырь, чтобы побыть в уединении перед посвящением в монахине. Позвольте мне уехать с ними. Но это очень далеко. Туда едут самые лучшие. Несколько месяцев никто не будет знать, где ты. Поэтому я и выбрала ваш монастырь. Ты уверена? Твоя мать очень переживает. Она совершенно подавлена. Она захочет тебя повидать и не сможет. Я так решила, матушка. Это моё желание. Хорошо. И всё же сердце мне подсказывает, что я совершаю ошибку. Пусть будет так, как ты хочешь. Но учти, я ещё долго не смогу к тебе приехать. Ты не будешь видеть знакомых лиц. Спасибо, матушка. Я напишу о тебе в письме, которое ты передашь матери Эмилии. Она ждёт только трёх послушниц и ничего не знает про тебя. Да. Пойдём ко мне в кабинет и напишем это письмо прямо сейчас. Лавизна не захотела меня слушать, Хаса Мигель. Этого следовало ожидать. Она не может со мной разговаривать. Она слишком обижена. Видимо, она очень расстроена, раз не пришла на поминки своей подруге Бабелонии. Да. Но она права, Хаса Мигель. Я так её ревновал, так следил за ней, так не доверял ей, а сам оказался в дурацкой ситуации, позволив этой шлюхе жить у меня дома. Эта женщина меня удивляет. Сначала она обвинила тебя в смерти Круачи, потом пришла и заплатила за тебя залог. Не доверяй ей. Нет, конечно, нет. Я только хотел облагодарить её за помощь, и поэтому разрешила здесь остаться. А Лавизна застала тебя с ней. Хаса Мигель. Эта женщина давно за мной убивается. Но я не обращал на неё внимания. Я отпраздновал свою помолвку с Лавизной в доме Гоаси Пати и, видимо, выпил лишнего. Дома немного поспал, потом встал, переоделся, чтобы идти домой к Лавизне. Вот тут она и предложила мне кофе. И что самое странное, я не помню, что было дальше. А на следующий день я проснулся и увидел, что она лежит рядом абсолютно голая. Она сказала, что мы провели ночь вместе, занимались любовью. Я себя знаю, Хаса Мигель. Каким бы пьяным я ни был, я её не трогал. Лавизна считает, что ты переспал с ней. Женщина такого не прощает. Тебе будет очень трудно помириться с Лавизной. Да, я знаю. И самое худшее, что Диаманта рассказала об этом моей маме. И теперь она ходит за мной, всё время твердит о моей ответственности перед Диамантой. Представь себе, они обе против Лавизны. Добрый вечер. Добрый вечер. Орино-ка. Слава Богу, что я тебя застала. Мне необходимо с тобой поговорить. Добрый вечер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok